Всем привет! Сегодня попробуем сделать что-то подобное, подобие мастер-класса для изготовления вот такого футляра. Футляр для очков или, может быть, такой пенал. Значит, рассказываю, как можно сделать такую работу. У меня сейчас сушится, здесь коробочка пока, чтобы все было симметрично выравнивалось. Так, поехали с самого начала. Значит, сначала нам нужно будет вот такую заготовку сделать. Здесь у меня краска поляпалась. Значит, заготовка состоит из двух слоев кожи. Снутри кожи растительного дубления и снаружи любая та кожа, которая вам нравится. То есть я взяла галантерейную с разными вариантами тиснения. Такую, вот такую уже сделала. И вот третья у меня работа в процессе. Я буду показывать все этапы на разных работах, чтобы было понятнее. Значит, заготовка взята из такого расчета, что длина футляра будет, высота будет 17, перегибы, средняя часть перегибы по 4 сантиметра, еще один верхний перегиб 4 и язычок там, на ту длину, на которую получился. То есть, высота этой коробочки 17 сантиметров. Вот смотрим примерно так. Ширина, вот этот завальцованный край, он как бы явно не выражен, но я брала, когда чертила, значит, чертеж 17, затем 4, снова 17, снова 4 и язычок. В итоге заготовка получается вот такая вот. Вся длина ее 53 сантиметра. Ну, это с учетом язычка. Язычок может быть короче, длиннее, но чем длиннее, вот этот, допустим, вариант, он покороче, а бордовый он более длинный. Следующий момент. Нужно нам будет вот таких боковых стеночек сделать несколько, то есть по два на каждую работу. Я их уже окрасила, уже их пробила дырочки и заполировала торцы. Изнутри я не окрашиваю с расчетом, что будет светлый фон. То есть, у меня получается будет внутренняя сторона гладкая, а торцевая сторона шершавая. Поскольку это очушники, я думаю, что это как бы не критично. То есть, важно, чтобы такой вот фасад был красивый. Значит, что еще делаем? Вырезая вот эти заготовки боковые, тоже расчет такой, что 17 сантиметров высота, 4 сантиметра, здесь я брала ширину, да, 4 сантиметра ширину, ну и один край завальцовываешь монеткой, любой, любым круглым. Крышечка какой-нибудь, вырезаешь вот это место. Затем, что значит делается еще? язычки. То есть, это такие вот штучки, вот они, которые будут, в которые будет язычок рисовываться. Значит, ну вот здесь, на какая ширина у меня была, такие, я бы здесь вот пошире, одна. Четыре с половиной, это поменьше, поуже. Вырезаем. Получается, у нас есть одна деталь. Точно такая же деталь вырезана из растишки. Затем я сделала мягкое, вот здесь вот наполнитель. То есть, чтобы по ощущениям в итоге было мягко, я сюда вставила еще вспушечку. В эту, в это изделие тоже один слой, в этом изделии нету. То есть, она более плоская. Здесь вот ничего нету. Чем мягче кожа, тем лучше, чтобы там что-то внутри стояло, потому что в дальнейшем изделие будет более мягким. Затем нужно соединить эти два изделия, две эти детальки. То есть, я прошила на машинке, сделала маленький такой аккуратненький шов с тем расчетом, что у меня ширина стежка, выставленная на машинке, 5 миллиметров. И мой пробойник, с которым я работала, пробивала дырочки, вот этот, он тоже 5 миллиметров. То есть, моя задача, чтобы они совпадали по размерам, чтобы дырочки, вот так, наверное, виднее будет. Видите, чтобы они были одного шага. Если это не сделать, то сложно будет добиться, чтобы работа не перекашивалась в дальнейшем. Так, значит, когда вот эта заготовка собрана, я отрезаю лишнюю кожу, прям на мелкий-мелкий, 2 миллиметра буквально. Здесь я уже закрасила торцы, вот видите, ляпнула, буду, наверное, переделывать, или перекрашивать внутри, может быть, черным, потому что заляпала краской. То есть, еще не полировала, но вот это сразу покрасить лучше, чтобы потом это не мешалось, чтобы потом было проще. И вот выступающую часть я тоже подкрасила, то есть, в это место, которое вот здесь будет выступать, вот она. Видите, я его как бы подкрасила. Все остальное будет сшиваться. Значит, как мы сшиваем? Вот эту работу я сшила швом, у меня рубец, видите, как бы внутри шов идет, поэтому получается такое углубление здесь вот есть. Вот, есть такое углубление, которое, ну, это тоже работа как бы закончена, я уже заполировала, тут все вот. Сейчас просто выпрямляю немножко, как сказать, саму форму, потому что, как не высчитываешь, все равно при сшивании немножко деформируется вот эта симметрия. То есть, как дырочки не считаешь, все равно иногда, как бы, она как бы просится, чтобы немножко вот ее перекашивает работу. Эту работу я пытаюсь сшить иначе, другим швом, чтобы был у меня более плоский шов, то есть, я делаю с этой стороны зигзаг, тын-тын-тын-тын-тын, с обратной стороны шов, просто штрихи такие. При этом моя задача попадать в те дырочки, которые уже намечены, и в размеченные дырочки, которые вот здесь отмечены. То есть, как будет проходиться угол, я пока не знаю, это покажет практика, но я хочу, чтобы вот эта работа была более такая, вы знаете, она в итоге должна получиться не вот с таким углубленным краем, а чтобы тартарец был вот таким, вот таким, чтобы он как бы выступал, вот так выступал. То есть, посмотрим. Собственно, дальше просто нужно все технично собрать, достаточно сложно, конечно, чем дальше шьешь, тем сложнее рукой подбираться, но, в общем-то, выстраиваешь работу так, чтобы она просто огибала, огибала вот этот вот, вот она будет просто шиться, 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 и в конечном итоге вы закрываете все эти, ну, то есть вот она, в каком-то месте она здесь закончится, закончится, и все, что, ой, вот сейчас я понимаю, что я ошиблась, я начала шить, ну, с той стороны, надо начинать шить отсюда, вот с этой стороны начинать шить, да, вот, сейчас я буду переделывать. Смотрите, начиная шить нужно с этой стороны, там, где язычок, о, вернее, с той стороны, где, да, видите, и потом вот в этом месте у вас останется свободное место, свободное место останется, недошитое, и вы его будете, оно будет служить закрывашкой, видите, как бы вот этой крышечкой, вот эти 4 сантиметра, которые мы рассчитывали, вот они здесь лягут, когда я вытащу, сейчас попробуем вам вытащить коробочку, это сложно, она просто там села, никак, не покажу, но когда ничего нет, вот этот язычок, он просто здесь, вот так выглядит, вот, так выглядит работа, так, видите, как полезно записывать видео, стала записывать и поняла свою ошибку, а не с той стороны начала шить, ну, сейчас, значит, буду переделывать нитки, у меня овощеные, обыкновенные, краски я использую, брик, все остальные инструменты, сейчас показывать не буду, все как бы в процессе, ну, в общем, отличие предыдущей работы и следующей, в том, что я по-разному вот этот шов буду боковой делать, то есть здесь я решила вот этот шов попробовать, все, поскольку я долго думала, как начать, я, видите, не с той стороны начала, все, на этом все, как все получится, смотрите, в готовых работах, дня через 2-3 выложу, ну, а пока, всем пока, спасибо, Продолжение следует... Продолжение следует...